Заседание Координационного совета длилось более трех часов. Предложения его участников лягут в основу программы по развитию промышленности в стране. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу к 2025 году занять как минимум 50% рынка российского. С учетом того, что есть и экспортный потенциал, а на сегодня из всего объема производства пищевого машиностроения порядка 30%, то есть треть, отправляется на экспорт. Ну и, кстати, вот Чуваш Оргтехника, на которой мы сегодня были, предприятия, которые производят разного вида оборудования и кухонного и уже двигаются дальше по производственной цепочке, и отправляется на экспорт в ведущие страны мира. Поэтому это говорит о том, что есть потенциал, есть возможности, и мы в этом году при поддержке и президента страны, при поддержке председателя правительства, запускаем программу поддержки пищевого машиностроения в объеме миллиард рублей. Это только касается компенсации скидок предприятий этой отрасли, которые будут поставлять свою продукцию потребителям до 15% стоимости своей продукции. Если взять за результаты 2016 года и общий объем мер государственной поддержки, больше трети приходится на ПФО. Почему? Потому что активные регионы, полпредство работает и, соответственно, взаимодействует, помогает предприятиям на промышленности добиваться результатов. Ну и нужно создавать условия сегодня для того, чтобы наши отечественные предприятия закупали именно отечественную продукцию пищевого машиностроения. Почему? Потому что действительно инерция большая сегодня в этом процессе, очень много импортного оборудования закупается. Вот мы сегодня на предприятиях, на которых были, и на выставке задавали один и тот же вопрос, какой уровень локализации. 40-60%. То есть огромный потенциал развития для отечественного пищевого машиностроения. Инициатива регионов на сегодняшний день поддерживает федеральное правительство, но и федеральный министр промышленности и торговли, если важно. А касаясь создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса, конечно, у нас появилась для этого возможность. Мы создали этот фонд. Есть соответствующее поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы еще, создавая эти условия, дадим дополнительные инструменты нашим бизнесменам, и на прорывные проекты, на инновационные проекты будут выделены соответствующие средства. И на самом деле это очень правильная государственная политика, которая направлена на повышение качества жизни граждан Российской Федерации.